Более ста молодых и уже опытных ученых приняли участие в Международной научно-практической конференции «Классика и современность» в изящной словесности 19-21 столетий. Традиционный форум раз в два года становится площадкой для открытых дискуссий об актуальных тенденциях в литературе и языке. Подобного рода мероприятия позволяют открыть новые имена в летописи гуманитарных наук, а также расширяют тематическое и проблемное поле дискуссий о ценности печатного слова в современном мире. Проблемное поле нашей конференции охватывает не только вопросы, касающиеся теории, методики, русской литературы, инновационных подходов в ее преподавании и изучении. Речь будет идти и о жанрах, и о стилях, о литературных иерархиях и репутациях. Кроме того, мы будем много говорить о языке художественных произведений, о роли СМИ в социокультурном дискурсе. Одним словом, это будут те вопросы, которые волнуют, поверьте, и взрослых, и начинающих ученых. Традиционный формат проведения форума – выступление, либо отчет в виде стендового доклада. В этом году он немного трансформировался и дополнился видеоконференциями. Впервые наши участники услышат приветствие заместителя директора казахстанского филиала МГУ и заслушают два видеодоклада из этого же филиала. Кроме того, конечно, будут и стендовые доклады. Кроме того, мы решили использовать еще и такую инновацию, как доклады уже известных ученых-филологов, которые будут представлены участникам. Таким образом, мы покажем то, что реализуется и такой компонент. Научно-практическая конференция «Классика и современность в изящной словесности 19-21 столетий» открывает новые темы и поднимает новые пласты научного знания. Для исследования и разработки молодые ученые берут работы своих современников, проводят сравнительный анализ, изучают структуру и жанровое разнообразие, тем самым открывая в гуманитарной науке дополнительные направления для развития. Тем для исследования в современной литературе достаточно много, а именно эту тему я выбрала потому, что творчество нашего земляка еще достаточно не исследовано. Это совершенно новая тема, и всего несколько лет назад только появились хотя бы какие-то сведения о данном авторе, и как бы очень хорошая почва для исследования, чтобы продолжать свою научную деятельность. Определенному периоду свойственна определенная литература, и нельзя не оценивать по достоинству современную литературу, потому что для нас современная литература сейчас такая же, как для жителей 18 века, литература 18 века.